МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, на, надевай, сейчас будем играть в мафию. Я не умею. Все просто. Надо усвоить несколько слов, и все сразу станет понятно. Вот, например, в городе ночь просыпается мафия. Или стол открывает игрок номер один. Или ваша крайняя минута игрок номер десять. Или вас беспощадно убили, господин Каспер. Понятней не стало. Вот сейчас просто набор слов был какой-то. О, бесполезная женщина. Мафия вообще-то гениальная игра. Что в ней гениального? Надел маску, снял маску, обсудил стол и выгнал любого, кто тебе не нравится. Не, ну ты посмотри, умеет все испортить. Мафия на минуточку. Салонная командная игра с детективным сюжетом. В ней мирные жители города должны выяснить, кто плохой черный игрок. И выгнать его из-за стола. А мафиозники, в свою очередь, пока их не раскрыли, должны уничтожить всех горожан. Так, все, стоп. С такими вещами вот иди к нашим девочкам в программу «Кульпоход». Мы здесь вообще-то про кинофильмы разговариваем, а не про игры. Ну ок, давай тогда о фильме «Мафия» поговорим. Вот это другое дело, давай. Лента вышла на экраны в 2015 году. Режиссером стал Сарик Андреасян. Он уже известен российскому зрителю благодаря комедиям «Мамы», что творят мужчины, дублер, мужчина с гарантией и многими другими. Но в этот раз Андреасян отходит от привычного формата комедии и пробует себя в совершенно новом жанре. Главные роли в фильме исполняют Вениамин Смехов, Андрей Чадов. Действие происходит в Москве в недалеком будущем. Город до неузнаваемости изменился, но сталинские высотки и памятник рабочему колхознице на ВДНХ все еще целы. Только теперь над ними летают высокотехнологичные воздушные судна. А самой популярной игрой в мире стала «Мафия». Она превратилась в грандиозное ТВ-шоу, в котором 11 человек должны решить, кто есть кто. Вот только выигравший в этой интеллектуальной схватке получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрет. Ой, жутко так. Ну, интересно. Кто еще не смотрел, к просмотру рекомендуем. Как и фильмы, которые уже завтра стартуют в прокате. 25 октября стартует на границе миров. Молодая женщина обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает человека, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда и заставить понять, что она находится на границе миров. Еще одна новинка этого октября – фильм «Человек, который удивил всех». Сибирский егерь Егор узнает, что неизлечимо болен, и жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство. Егор решается на отчаянный шаг. Пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть. Слышала новость? Миссия «Невыполнимо 6» стала самой успешной частью франшизы. Его сборы в Северной Америке превысили 216 миллионов долларов. Если переводить на рубли, то это более 14,5 миллиардов рублей. А что касается мирового проката? Здесь преимущество шестой серии над остальными чтами франшизы тоже весьма велико – 760 миллионов долларов. В одном только Китае картина собрала более 144. В отечественном прокате ее сборы превысили 9 миллионов. Обалдеть! 9 миллионов долларов? Это же сколько можно окупить платье. Это же кругосветные путешествия реально совершить. Да даже самого Тома Круза можно в Россию на неделю привезти. А что? Покажет нам парочку опасных трюков. Он же выполнял самостоятельный ряд сложных задач. Совершал затяжные прыжки с парашютом с большой высоты. Управлял вертолетом. Прыгал с одного здания на другое. Опять ты вся в мечтах, Ира. У нас нет таких денег. Но вот показать зрителям, как Том Круз выполнял трюки, мы можем. Ах, какой мужчина! Мне бы такого! Ну все, опять ушла в свои мечты. Пора, значит, заканчивать. Все равно никакой теперь пользы от тебя. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Рунич и Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин